Дали – обычный ротвейлер, который так сильно любил своих хозяев, что готов был сделать что угодно, чтобы их защитить. Его не пугала даже перспектива собственной смерти. В детстве Дали был очень веселым и активным щенком. Он выделялся среди своих братьев, потому что шумел и все время лез куда-нибудь, был любознательным и неусечивым. Несмотря на это, он всегда создавал впечатление очень рассудительного и умного пса. Дали проявлял хладнокровие, которое не очень свойственно для собак. Он казался надежным. Когда пришло время его отдавать, мне очень не хотелось этого делать. Я был готов оставить его у себя. Но размер квартиры не позволил бы мне растить двух крупных собак. В итоге Дали попал к моим друзьям, которые не раз выручали меня и всю мою семью в сложных жизненных ситуациях. Щенок уехал с новой семьей в Дагестан. Друзья все время присылали мне фото Дали, чтобы мы могли наблюдать за тем, как он растет и живет. Постепенно из маленького щенка он вырос в крупного взрослого пса. Дали ел с огромным аппетитом, новые хозяева его очень любили и баловали. И не только хозяева. Даже соседские дети часто приходили поиграть с этим дружелюбным псом. Он даже позволял им сидеть на себе сверху, возил по улице. Дали никак не изменился, когда вырос, он остался таким же веселым и жизнерадостным, невероятно добрым псом. Но его габариты не могли не впечатлять. Дали стал просто огромным. Я перестал волноваться по поводу того, что с Дали могут недостаточно хорошо обращаться в новом доме. Все слишком любили его. Порой пес даже присматривал за детишками, люди даже оставляли с ним малышей. Никто чужой не смог бы подойти к детям, когда за ними следил Дали. Он оказался талантливым воспитателем. Удивительная собака. Все было хорошо, пока я не получил ужасное письмо, в котором было написано, что Дали умер. Он погиб как герой, защищая близких людей. Я был просто в шоке, плакал, у меня даже начались проблемы с речью из-за этого потрясения. Я надеялся, что рано или поздно поеду к Дали в гости, навещу его. Теперь же это было невозможно. Вот что произошло. В деревню пришла стая волков. Они нападали на собак во дворах домов, двух разорвали на кусочки. Потом они влезли во двор к той семье, в которой жил Дали. Псу ничего не угрожало, ведь он был внутри дома. Ему не обязательно было выходить. Но как только он увидел незваных гостей во дворе, он тут же выпрыгнул через окно. Драка была ужасной. Мне сказали, что волков всего было около пяти. Но я не уверен в этой цифре. Их могло быть больше или меньше. Дали смог убить одного из них почти сразу, еще во дворе. И очень сильно ранил второго. Люди смогли добить его позже. Остальных волков пес отогнал к лесу. Люди сделали такой вывод, глядя на капли крови и следы на свежем снегу. Во время этой погони были и драки. Волки нападали на Дали, не желая уходить так просто. В этих местах снег был примят, валялись клоки шерсти. Тем не менее, Дали удалось достигнуть своей цели. Волки покинули деревню. Пес справился с ними, хотя был один против стаи. Дали попытался дойти до дома. Но ему не удалось, его раны были слишком серьезными. Он свалился на землю на окраине деревни. Хозяин видел его, побежал навстречу своему любимцу, пытался хоть что-то сделать, чтобы помочь. Но ужин было поздно. Дали умер в возрасте всего лишь двух лет. Вся улица приняла участие в похоронах. Люди называли Дали героем, ведь он так отчаянно дрался, чтобы защитить тех, кто был ему дорог. Хозяин оставил себе его ошейник на память. Позже он приехал в наш дом. Увидев мать Дали, он расплакался. Сын был невероятно похож на нее. Хозяин без конца извинялся перед нами за то, что не смог сберечь пса. Больше он не заводил собак, просто не хотел. А потом привез нам щенка в подарок. Так он пытался загладить свою вину, отдать долг. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.